Друзья мои, всем большой теплый салют, это я Романыч. Сегодня у нас новенький бюджетный OnePlus за 16,5 тысяч рублей. На новеньком, кстати, Dementity 6020 или стареньком Dementity. Кстати, мы еще сегодня в этом видосе разберемся, потому что Mediatek любит написать, типа, вот это наша новая серия, это наша новая модель. А там скрывается, что это из-под полы уже там процессор первой свежести. Сегодня об этом будем говорить. Мне, в принципе, девайс, вот уже неделя использования, понравился. Есть определенные вопросы, моменты, но в целом понравился. Расскажу чем, что не устроило, ну и самое главное, сколько за него можно адекватно отдать и какие у него потенциально могут быть конкуренты. Погнали! Давайте начнем с цены. Старт продаж его был на Озоне. Озон Глобал, там есть официальный магазин OnePlus, и при том, что опять же сейчас на Озон Глобале все те же самые продавцы, которые есть на Алиэкспресс, они есть и там. И цена именно на Озон Глобале была меньше, потому что там на Алиэкспресс 2019 спросили. На Озон Глобале, вот у меня есть скрин, я как раз таки анонсировал, что начались продажи этого бюджетника OnePlus со своей телеги. Вот, пожалуйста, 16,5... Нет, там, по-моему, 16 900 было, но сейчас могу сказать, что цена опустилась до 16,5 тысяч рублей. Ссылка будет в описании под роликом, где можно все это дело будет посмотреть. Ну и подписывайтесь на Телегу, чтобы не пропускать такие выгодные предложения и всевозможные анонсы. То есть там мы с вами общаемся, там мы с вами на связи, да и вообще у нас там интересно. Ссылка будет в описании под видосом, либо просто пишите в поиске Телега Романыча, вы и так прекрасно все это дело знаете. Распаковка. Здесь, в принципе, у нас нет ничего замудренного. Я немножко шарма оставил, чтобы мы вместе с вами здесь посмаковали. Коробка, кстати, я думаю, вы уже заметили, что весьма тоненькая, прям дико тоненькая. В стилистике выполнена OnePlus. Здесь у нас, значит, в первом отсеке, да, в первой коробке кабель и лежал чехол вот такой вот прозрачный, типичный OnePlus-овский. Вообще на нем останавливаться не будем, но вроде как он, кстати, не особо сильно выцветает, чтобы прям я желтые этих чехлы не видел. Хотя, может быть, я как-то и не особо сильно прям долго юзал, чтобы они были желтые. И вот такой вот фирменный кабель от OnePlus-а, красный, зарядника. Как вы понимаете, след простыл. Здесь его нет. Это OnePlus. Знакомьтесь, это OnePlus 2024 года, который стал в бюджетнике не класть зарядники. Ну, это просто пиздец. Я даже не знаю, у меня нет слов других, как сказать. Ну, просто пиздец. Раньше прикалывались тем, что там могли чехол кто-то там из брендов не положить, потому что решили сэкономить. И OnePlus, кстати, этим грешит. У него часто в Нордах это происходит. Сейчас новый прикол. Теперь зарядки в комплекте нет. Вот это вот, конечно, прям весело. Очень весело. Что касается версии. У меня 4 гига оперативы, 128 гигабайт накопитель. Насколько я помню, это, по-моему, чуть ли не единственная версия. Внешка. Слушайте, я знаю, что многие будут говорить, типа, ну куда такой блок камеры? И это часто. Вот, блин, какую бы внешку ни сделали, всегда будут претензии. Я вам скажу, что мне нравится. При том, что нравится очень. Это прям стилево. В этом ценовом сегменте, там, 16-17 тысяч рублей. Это выглядит стилево, это выглядит хорошо. Что касается задней крышки, разумеется, это пластик. Что касается рамки, разумеется, это пластик. Здесь никаких фокусов OnePlus не придумывал. Все это дело мы убираем, блин. Я зачастую забываю вот эти наклейки сдирать. Целую неделю хожу, чтобы девайс был прям свежачком, когда я вам показываю. А потом я забываю эти наклейки снимать. И кто-то в комментариях пишет, типа, ты что, его сразу кому-то отдаешь? Вот, это реклама. Видите, даже не сдирает шильдик, потом сразу в магазин относит. Нихера подобного. Давайте смотреть на лоточек. Что у нас здесь интересного? Ну, я его, в принципе, уже открывал, у меня стоит симка. Здесь, на самом деле, фокусов особо никаких нет. Все, максимально по-спартански. Две симки. Либо ставишь симку и ставишь флешку. Сканер отпечатка пальца работает моментально. Он здесь в боковой клавише. Все хорошо, никаких ошибок у меня не выдавало. Что касается дисплейчика. В данный момент яркость выкручена на максимум. Здесь стоит IPS-ка. Здесь 90 Гц тоже есть на борту. Хорошо ли или плохо это IPS-ка за 16-17 тысяч рублей в 2024 году? Я вам так скажу, что это такой, знаете, пограничный бюджет, когда всевозможные Infinix и Tecno, Redmi, кстати, уже стали часто делать Amoled за эти деньги. Но при этом встречаются Realme, встречаются OnePlus-ы, где еще IPS-ка проскакивает. И как бы здесь, опять же, на вкус и цвет. То есть можно за эти деньги, если вам прям дико нужна Amoled, но можно взять другие бренды, там будет Amoled и даже будут еще и 120 Гц. Но вот OnePlus, у него пока здесь 90 Гц. Есть, кстати, автовыбор. Есть стандартняк, можно 60 Гц поставить. Ну и, соответственно, вот такая вот IPS-очка. Как здесь эти 90 Гц отрабатывают? Я вам скажу, что без каких-либо вопросов. То есть это плавно, мягко, хорошо. Ну вот сейчас прогрузится ВК-шка. Ну то есть вы видите, да? Не, ну все, вот она прогрузилась. Все, это мягко, это хорошо. 90 Гц здесь чувствуется нормально. Давайте еще попробуем Авито. Ну то есть здесь тоже 90 Гц работает. И Озончик. Озончик. И здесь тоже 90 Гц работает. Короче, выводы такие, что 90 Гц на OnePlus Nordi N30 SE работают абсолютно везде. У меня были вопросы к телеге. Они прямо сейчас развенчались. Все, никаких вопросов нет. Что касается в целом дисплея, то картинка более чем удовлетворимая. Я бы даже сказал, приятная, хорошая. Для этого ценового сегмента потянет. Full HD плюс здесь разрешение. Ну и под углами, разумеется, IPS-ка, она, конечно, будет подцветать. Но, опять же, здесь какой-то критичной истории я не вижу. Ну и, опять же, радужности никакой здесь не наблюдается. Идем дальше. Давайте взглянем на железо. Тот самый Dementity 6020. Что это за загадочный процессор? Может быть, кто-то из вас знаком с Dementity 6080. А вот кто такой 6020, непонятно. И мне тоже было. Но потом я чуть копнул ниже и понял, что произрастание Dementity 6020 происходит из Dementity 700. Если вам о чем-то говорит этот процессор. То есть, это легенда. Там, не знаю, 3-4 года назад очень часто вставлялся в смартфоны, наверное, так скажем, третьего эшелона. Всякие всевозможные защищенники. Вот, собственно говоря, здесь этот теперь процессор под названием Dementity 6020. И вроде как в него добавили 120 Гц. Но OnePlus все-таки решили не напрягать этот процессор. И поставили здесь, в этот смартфон, 90. По результатам вот Antutu, я вам так скажу, что да, кстати, 3D Bench Lite у нас здесь, потому что эти процессоры не поддерживаются. Одни обычным Bench. По результатам Antutu, это прям вообще сопоставимо с Helio G99. То есть, это вот тот же самый Helio G99. По цифрам. Вот он CPU. Вот он GPU, пожалуйста. Нагревчик там едва ли 7,5 градусов где-то по сусекам на скребли. И получилось 34, это максы. Батарея к 4% разрядилась за время теста. Ну и, наконец-таки, память. Что удивительно, UFS 2.2. Я проверил несколько источников. Действительно пишут, что UFS 2.2. В то время как на Realme C67 прям очень похожем телефоне, да, в некоторых моментах. Ну и по цене очень дико похоже. Там стоит и ММС 5.1, и мы прям реально фейспалмили. Здесь, вроде как, прям даже неплохо. Ну хотя вот тест идет достаточно небыстро. Есть? Есть, да. Ну по скорости вы прекрасно видите, что скорость чтения, это не ММС 5.1, а скорость записи. Да, да, это 100% UFS 2.2. Да, возможно, просто не самая быстро разогнанная за счет того, что процессор, ну не сильно такой прям вообще здоровячок. Что касается игрушек. Установил я танки, установил я PUBG New State. Я могу сказать, что как и на Helio G99, в танки можно будет спокойно погонять. Даже если вы поставите 60 FPS, даже если вы поставите высокие настройки, пускай даже не максимальные, но высокие. Даже если вы скачаете эти HD текстуры, гусеницы отображения поставить. Даже если вы поставите отображение попадания на кузове танка, все это дело будет нормально работать. Вы будете уверенно катать, греться он не будет, яркость сбавлять точно не будет. Что касается PUBG New State, здесь я его прям вам подснял. Тоже могу сказать, что все хорошо играется. Понятное дело, что 90 FPS можно поставить только на минимально возможных настройках. Но даже на этих минимально возможных настройках, в принципе, играется красиво. Графика хорошая. И самое главное, плавно. Понятное дело, 90 FPS никто вам здесь выдавать не будет на таком железе. И на Helio G99 в том числе. Но 60 свои есть, тут это максимально плавная картиночка. Короче, при всей незатейливости Dimensity 6020 он себя нормально чувствует. Конкурентам он своим не проигрывает. Даже в видео Helio G99, который ну прям заполонил здесь максимально рынок этого ценового сегмента. Snap 685 он особо сильно не проиграет. Короче, в пределах 20-ки этот процессор себя чувствует нормально. И я думаю, что еще ни в одном смарте мы его увидим. Что касается камеры. Здесь основа на 50 мегапикселей. 2 мегапикселя датчик глубины. Ну или размытие фона, да, специально для портретов эта вся история. Ну и разумеется, фронталка на 8 мегапикселей. Хотя почему разумеется, обычно на 16 ставят, но все-таки здесь зафигачили на 8. Давайте сразу с фронталки. Звезд с неба не хватает, но при этом, блин, в хорошую ясную солнечную погоду приятная картинка. Слушайте, у меня вопросов нет. Это реально приятная картинка. Сочная. А где-то в темноте на бюджетник фотографироваться на фронтальную камеру. Но, скорее всего, как бы это не тот случай, да, вообще лучше не соваться. Что касается основы. Вот здесь на самом деле, опять же, при хорошей солнечной погоде, это прям очень хорошо. Это прям очень уверенно. Это 100% не проигрывает, опять же, конкурентам. Там, Realme C67, наверное, получше будет. Вот, кстати, да, Realme C67 будет чуть получше, поинтереснее. Но при этом это спокойно может, вроде как, конкурировать и с Infinix, и с Tecno. Как бы, почему я их всегда упоминаю? Потому что они здесь максимально сильно захватили вот этот вот как раз-таки плацдарм. Мне нравится здесь цветопередача. Мне нравится живость картинки. Это не смотрится дико дешево. Да, местами, наверное, где не хватает освещения, вот как в заведении, например, есть чуть-чуть какая-то дешевизна, есть небольшой шум. Но, если мы смотрим глобально на картинку, это не смотрится дешево. А местами, я бы даже так сказал, что это смотрится прям ооо. То есть, такой, типа, это зачет, это хорошо, ты посмотри, что он делает. Что касается видосов, вы сейчас посмотрите, но... Это кисло. Это прям вообще... Это мимо кассы. Тест видео в Full HD, 30 FPS. Больше не дано. Вот так вот примерно выглядит картинка в статике. Давайте на елку глянем. Вот такая вот статичная картинка. Ну и вот так вот выглядит все это дело в движении, кстати. Можно сейчас красиво так вот... Ооо! По солнышку прогуляться. У нас зима еще. Ворона, 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 добрый вечер. Ой, добрый вечер, доброе утро, блин. Вот, кстати, зумец. Здесь он у нас десятикратный, кстати. Офигеть. Не всегда такое встретишь, что возвращаемся на основу. Ну и вот так вот идет. У нас дело в движении. Автофокус будем проверять? Давайте проверим. Так. Автофокус. Работает? Работает, да? Фронталочка. Full HD, 30 FPS. Здесь все то же самое. Ух ты! Слепит сегодня солнце утреннее. Такое прямо вот подрековое. Практически уже весеннее, но... Еще зимнее. Так, и вот примерно такая картинка получается в тени. Ну и давайте в статике чуть-чуть посмотрим. Сейчас выйдем, где посветлее чуть-чуть. В статике вот примерно такая у вас ситуация ожидает. Пара слов хотел сказать про оболочку. Здесь у нас знаменитый Oxygen OS. 13-й версии. Да, разумеется, уже 14-я версия вышла, но здесь пока еще 13-я. На андроиде 13-м обновление сюда прилетит. OnePlus хорошо обновляет свои девайсы. Я вам даже больше скажу, что и следующий... Андроид нет, но следующий Oxygen OS 15-й тоже сюда прилетит. Но это хорошая, это классная оболочка. Здесь нет никакой рекламы. Она функциональная, она приятная. Верхняя шторка у нее узнаваемая. Она быстрая. Это чем-то напоминает, да, как у нас принято говорить, голый андроид. У нее приятное оформление. То есть, ну вообще к этой оболочке не докопаешься. Единственный момент, что-то как-то у меня странно было. Я когда симку вставил, я номера на симке не мог найти. Я вроде все отключил. В контактах все, чтобы у меня не отображалось с гугла номера. Свои не могу что-то найти. Вот здесь вот какая-то была засада непонятная для меня. Чертова знает. Звук и вибро. Здесь такая фишка, как и на Realme какое-то время был. Потом, по-моему, они от нее избавились, когда громкость, типа, может доходить до 300%. То есть, вот так вот у вас, типа, 100% громкости, а вот так вот 300%. И прям пишется, что сверх громкий режим. Нахера это надо? Честно говоря, я не понимаю. Здесь стерео. Так еще и, блин, я сначала не поверил. Слушайте, когда я включил первый раз, это было вот около недели назад, что, типа, да ладно, это бюджетник так играет. Серьезно? То есть, я вообще не заморачиваюсь, я включил воду. Мне его, во-первых, слышно. Мне хорошо слышно. Я потом выключил воду. И я реально кайфую. То есть, какой-то видос смотрел. Блин, это объемчик есть. Это бархат какой-то у звука есть. One Plastic прям... Вот где есть похвалить, там хвалю. Что касается вибрульки. Я ее даже показывать здесь не буду. Я не знаю, но это обычная рычалка. Ну, не рассчитывайте здесь ни на что. Ну, как... Не, подожди. Мы как с вами определились? Есть рыготная рычалка? Есть такая с намеком на благородность. Ну, это с намеком на благородность. Очень часто просите говорить по поводу качества связи. Никаких проблем замечено не было. У меня интернет здесь как бы не совсем хорошо ловит в съемочном павильоне. Ну, в смысле, даже в любом телефоне закинешь. Несмотря на то, что как бы вроде бы оператор, который должен прям ловить хорошо. Ну, вот как тут здесь вид дать вышек у меня нет. Даже здесь у меня сейчас в данный момент горит 4 палки, LTE-шка и вообще никаких вопросов нет. Что касается звонилки, то вы здесь прекрасно видите, что она гугловская. Ничего тут OnePlus-овского нет, поэтому записывать вы инкогнито звонки не сможете. Как бы с этим тоже надо смириться. Что мы с вами имеем в итоге? OnePlus Nord N30 SE. Запомнили название? Это не кот в мешке. То есть это действительно OnePlus. Действительно есть Oxygen OS. Без рекламы, без вот этих вот всех приколов. Это плавно, это хорошо. Неплохая железяка. Dmitry 60-20 действительно порадовал. Ну, по крайней мере, не расстроил, наверное, все-таки вот так вот правильно говорить. Он поддерживает 5G, кстати, я не уточнил. Ну, и вот, блин, в случае, опять же, наших пользователей, да, ну, мы как бы будем переплачивать не за что. 5G это всегда деньги. Ну, в смысле, железка всегда дороже стоит, которая поддерживает 5G. И мы как бы здесь не за что переплачиваем. Вот, вот, наверное, главный вопрос, да. Но при этом телефон реально хороший по многим фронтам. Что не понравилось? Ну, наверное, все-таки 120 Гц хотелось бы. Вот прям хотелось бы. А чтобы они прям были полноценные. Хотелось бы, чтобы ночной режим был чуть поинтереснее, получше. Хотелось бы, чтобы здесь у нас зарядка лежала в комплекте. Это, наверное, первое, что хотелось бы. Вот это вот прям дико не хватает. Ну, и в целом, да не, наверное, все. Наверное, хватит. Надо губодозакаточную вот эту вот машинку доставать. Потому что, не, больше, наверное, все. 16,5 тысяч рублей за него можно отдать. Прям, да, это хорошая для него будет цена. Больше 17 тысяч рублей я бы на самом деле думал. Потому что это очень плотный ценовый сегмент. Здесь каждая тысяча тебя погружает уже в новую пучину. То есть, если ты себе захотел чуть получше камеру, ты можешь тысячу добавить. И там уже будут немножко другие результаты. Там Tecno уже что-нибудь подвезет с Infinix. Да, Realme C67 тоже может подвезти. Но там мне дисплей не очень понравился. Обзор посмотрите, кстати. Выходил на канале. Redmi Note 13. Будет ли лучше него? Да, определенно. Redmi Note 13 будет интереснее. Poco M6 Pro. Будет лучше этого OnePlus? Да, определенно. Если вы Poco M6 Pro будете покупать со скидкой. Вот я выкладывал сегодня пост за 15,300 или 15,600. В телеге выходил пост. Блин, это тоже будет лучше. За такие деньги, конечно же, да, берите Poco M6 Pro. Но в других ситуациях OnePlus рассмотреть можно. Потому что это будет, кстати, еще помимо всего, что я выше перечислил, достаточно стилево. Ну и плюс Oxygen OS, она, конечно, как ни крути, ни отпускает. И здесь, между прочим, как я и сказал, лучший звук в этом ценовом сегменте. Вот такие дела. Пишите ваше мнение в комментариях. Также туда навалите конкурентов, чтобы вы взяли место этого девайса. Ну и владельцы, владельцы, господи, поклонники OnePlus, отпишитесь, готовы ли рассматривать бюджетники у этой компании. На этом сегодня и все. Огромное спасибо, что сегодня были со мной. Все, давайте, красавцы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok